Друзья, всем привет! Сегодня моё видео будет посвящено обзору птенцов. Поскольку у моих красивых волнистых попугаев появились птенчики, сейчас мы с вами посмотрим птенчиков посмотрим и немножко затронем кормёжку. Видео будет скорее не поучительно, а просто обзор. Я покажу, что я делаю, как я делаю. Учить никого я в этом видео не буду, как правильно делать, как неправильно делать, потому что сколько заводчиков, у каждого своё, у каждого свои наработки. Единственное, сейчас посмотрим птенчиков и посмотрим, чем кормлю, а вы уже примерите на свою ситуацию и подумайте, что вы правильно делаете, что вы неправильно делаете. Итак, смотрите, перед нами вот такие домики. Всего-навсего здесь у меня 5 домиков. Перед тем, как показать птенчиков, я хочу затронуть очень важную тему. Бывает много случаев, когда самки дерутся, клюют, допустим, друг другу глаза, там самцам глаза клюют. В общем, эти драки могут быть связаны, вот видите, у меня как они рядом стоят, вот раз, два, три, четыре, всё это рядом. Смотрите, к примеру, самка прилетает вот сюда, здесь у неё птенцы, а эта самка её гонит или эта самка и будет. Начинается драка, и вот она сюда села, а эта самка её отгоняет. Если есть у вас возможность, раскидайте более дальше гнёжка, то есть это здесь, следующий здесь, следующий здесь, вот чтобы территория была небольшая, у них как бы территория была отдельно. Это сгладит или вообще удалит драки, то есть не будет драк. А вот у меня, видите, рядышком, и уже буквально неделю назад у одного самца был травмированный глаз. Ну, глаз зажил, я туда даже не касался, то есть ничем не обрабатывал. Ну, вот такая моя вот ошибка. Я считаю, ошибочка эта небольшая. То есть вы учтите, если есть возможность, раскидывайте подальше. Вот это очень важно. Так, сейчас птенчиков посмотрим. Птенчики, значит, здесь четыре пары, птенчики здесь, здесь и здесь. Ну, посмотрим, вот самое удобное. Я боюсь туда лазить, чтобы они не нервничали. Сейчас уже у нас раннее утро. Давайте сейчас сделаем камеру. Вон, я на подоконник поставил. Вот такой вот у меня скворечник, как бы он горизонтальный, да, идёт чуть лёжа. Можно вертикально, лёжа, можно горизонтально. Значит, так, смотрите, здесь у самки Б6-мус. Вот они птенчики. Я не стал сильно мелких снимать, побоялся, думаю, пускай маленько подрастут. Было пять яичек, вот видите, это уже не вылупится тут никто. Можно его убрать, можно оставить. Ну, можно убрать, чтобы, видите, тут налипает на него помёт, чтобы не создавать лишний источник мусора. Вот такие птенцы. Зобик накормленный, ножки в порядке. Крылья потихоньку начинают расти. Вот, значит, смотрите, какая атмосфера в домике. Сухая, видите, всё сухо. Опилки сухие, вот какашки сушьи. То есть, нигде никакой сырости нет. Многие жалуются, почему у нас сырость в скворечнике. Вот у меня тут всё чётко. Это очень важно. Если в вашем скворечнике сырость, надо принимать меры по устранению. То есть, вот здесь, в этой субстанции птенчики растут. Здесь будет второй выводок. В принципе, если так будет чисто, сухо, то здесь же можно сделать второй выводок. Можно поменять подстилку. Если сильно жарко в помещении, то вот в этой подстилке может завестись гомоза в клещ. Он доставляет неприятностей много. То есть, можно будет обрабатывать или насыпать ромашечки, полыни. Это вас защитит от гомоза в клещах, который является кровососущим паразитом. Вот. Вот мы с вами посмотрели. Сезон разведения волнистых у меня начался. Так, условия. Значит, тут окно большое. Постоянно открыто. Постоянно заходит свежий воздух. Днем и ночью оно открыто. Видите, кирпичом потвер. Здесь я сделал сетку, чтобы воробей не залез. Ну, а там сетка, чтобы какой-нибудь неадекватный человек не залезть сюда. В общем, вот. Сеточка от воробьев и кошек. К сетку делайте попрочнее, потому что кошки могут все это дело порвать. В общем, что? Тут все побелено. Тут светло. Тут свежо. Также еще имеется вентиляция. Вот она, видите? Здесь идет приток или отток. Ну, зимой это может являться оттоком душно. Видите? В самой верхней точке помещения я сделал такую вентиляцию. Вот, кстати, и попугаи прилетели. Вот такие вот расцветки. Птенцов я сейчас с вами... Мы сейчас с вами посмотрели птенцов. Вот от этой самки. Вот она белая. А кормит ее самец или вот этот ее кормит? Или вот кто-то из этих ее кормит? Не знаю. Они похожи. Видите, все. Будут птенцы расти. Потом посмотрим, какая расцветка получилась. Так, чем я вообще кормлю попугаев? Сейчас покажу. Значит, смотрите. Вот такой вот стол здесь есть. Шалушки вот там. Это они кушали. Сегодня я им дал ветку малины. Обратите внимание. Ну, она небольшая эта ветка, но она и не маленькая. Эту веточку можно будет положить куда-нибудь. Вот таким образом, если вы ни разу птице не давали что-то, поставьте вот около веточек эту подкормку, зелень, допустим, около веточки. Птицы будут там летать и будут ее потихонечку пробовать. Так им будет интересно. Вот так это все смотрится. Красиво, да? Контрастно. Зелень, птицы, домики. Почему малина? Потому что малина очень и очень полезное растение. Она идет как антисептик. Она идет полностью укрепляет иммунитет. То есть в борьбе с вирусами. Кстати, цирковирус очень распространен. То ли французская оленька, никто не знает. Ну, в общем, вот малинка, все это дело помогает. Есть ободранный у меня волнистый. Вот в детстве, как я его купил, мне заводчики сказали, это подщипано, это зарастет. Вот, ребятки, ничего не заросло. Так он и летает. Куда он делся? А вон он сидит. Вот так он и летает. Крылья есть, все. Но на плечах почему-то, может быть, в детстве его покусали родители. Неизвестно. Но он сейчас, кстати, кормит птенцов. У него вот там, в этом домике, птенцы. Затем сделаем обзор, посмотрим, каких он дал птенцов. Надеюсь, что птенцы будут ровные. Никто их не покушает. Тут жарко, в принципе. Вы видите, клюв открыли, дышат. Жарко. Жарко, это значит 28-29. Здесь сейчас уже ранним утром у нас есть. Так, в плане кормежки. Здесь находится вода. Уже вот накидали сюда. Здесь находится еда. Значит, сюда я засыпаю сухую зерносмесь, замоченную зерносмесь. Немножко режу яблоко. Немножко режу яйца. Все. Вот такая вот у меня, вот такая вот, в принципе, у меня еда. Так, в плане еды, значит, повторюсь. В зерносмеси примерно стакан сухой. Это просо, овес, семечки. И примерно два стакана замочки. А в замочку у меня входит пшеница, просо, семечки, овес. Немножко канареечного семя. Немножко рапса. Вот такая вот замочка. Птицы это все кушают. Немножко режу яблоко. И яйцо. Ну, яйцо вот на такую банду, на такую маленькую стайку я даю четверть яйца. Сейчас там птенцы, там птенцы, там птенцы дают четверть яйца. Яйцо съедают они быстро, потом съедают яблоко, замочку. Ну, вот сегодня даю малину, думаю, пускай зелень. А еще давал зелень такую, как птичий горец. Птичий горец или шпарыш. Или шпарыш. Эта трава очень полезная птицам. Кстати, кто никогда не давал этот шпарыш, птичий горец, имейте в виду, что надо давать. Эта трава обладает свойством успокоительным. Если кто-то сомневается, возьмите, почитайте энциклопедию за эту траву. Там в энциклопедии очень все подробно описано, что в плане успокоительной травы, там много витаминов у нее, и она влияет на нервную систему. То есть птица становится спокойней. И таким образом не будет драки. Бывает такое, значит, что птенцов поклюет. А вот эта травка вроде как дает тут хорошую атмосферу в плане поведения. Все, друзья. У кого остались вопросы, пишите, спрашивайте. С удовольствием отвечу. Сейчас пока лето. Видеосюжеты редко выходят, но будут все равно выходить. Очень много дел. Сейчас зерно закупили, тут овся запаслись, пшеницы запаслись. Скоро будем просто закупать семечки. Поэтому очень много дел на видео совсем не остается. Но специально для моих подписчиков, для зрителей, с уважением, вот вам я делаю такие обзорчики. Всего всем доброго. Удачи, здоровья вам и вашим питомцам. До скорой встречи на моем канале. До скорой встречи на моем канале.